Во все времена профессии пожарных школьники интересовались особенно живо. Огнеборцы представляются детям героями, покорителями огненной стихии. Наиболее увлеченные пожарным делом школьники в четверг днем соревновались в своих знаниях и умениях. На территории города Иваново проводятся вторые городские соревнования «Юный пожарный». В данных соревнованиях принимают участие дружины юных пожарных, которые созданы на территории города Иваново в общеобразовательных учреждениях. Проводим данные мероприятия в целях формирования гражданской и общественной позиции под подрастающего поколения в области пожарной безопасности. Также приведите навыков правильного обращения с огнем, способы спасения при пожаре. Ребята прошли несколько испытаний. Первое – творческое. На суд зрителей команды представили свои приветствия и агитацию в стихах и при помощи сценок на тему «Как предотвратить пожар». Наиболее оригинально к этому заданию подошли учащиеся 14-й школы. О бытовых причинах пожаров они спели. «Знаешь, сколько времени прошло, но я это помню все равно. Как-то раз возник у нас пожар, а что было причиной, я не знаю. Может, это газовая плита, газ разрушит все и без следа. Может, это был вон тот утюг, если не отключишь, он не друг». Следующее задание – письменное. Командам необходимо ответить на 25 несложных вопросов по пожарной безопасности. И если здесь времени у участников предостаточно – 10 минут, то надеть пожарную экипировку необходимо как можно быстрее. Результат засчитают только после того, как надета каска и вся одежда застегнута. Но наиболее интересное задание – это завязывание пожарных узлов. Каждый участник команды должен за наиболее короткое время завязать по 4 узла. Каждая ошибка – штрафное время. «Наверное, самое сложное – это вязание узлов на время. Главное – не запыхаться и делать все четко и аккуратно. Тогда все получится. Если делать на время, то может не получиться». Побывав на месте огнеборцев, большинство ребят также решили в будущем стать пожарными. А главное – поняли, что предотвратить пожар намного проще, чем потом тушить его. А это главное.